Показываем первую медицинскую помощь! Родимую! Все гости фестиваля от мала до велика могут испытать себя в мастерстве оказания первой помощи, выживания в экстремальных условиях и даже увидеть, как работает спецназ. Сейчас ему предстоит обезвредить преступника. Для всех желающих участники фестиваля проводят мастер-классы по разжиганию огня с помощью трения, обучают преодолению полосы препятствий, а также сборки и разборки оружия разного вида. Для одиннадцатиклассника Виктора Никитина это несложно. Парень неоднократно участвовал в военно-спортивных играх, хочет стать военным механиком и уверен, что развитию патриотизма в наше время необходимо уделять особое внимание. Эта выставка в целом дает понять молодым людям, что это нужно, что патриотизм – это вещь. Ну, это само слово за себя говорит патриотизм. Память о боевой славе многих поколений россиян, интерактивные площадки, песни, выступления творческих коллективов, экспозиции, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Это экспонаты школьных музеев, подаренных детям ветеранами, а также найденные во время раскопок на местах боев 78-й добровольческой бригады. Сегодня об этом нужно говорить, потому что если говорить о своей школе, то у нас выделяется патриотическому воспитанию большое внимание. Причем мы работаем с ветеранскими организациями. И вот сегодня без этого просто, наверное, невозможно воспитывать будущих россиян. Патриотизм – понятие широкое и уверенные организаторы фестиваля. В него входят знания истории и культуры страны, уважение к традициям народов, населяющих Сибирь, работа современных благотворительных и волонтерских движений, а также возрастающая популярность спорта и здорового образа жизни. По мнению губернатора Виктора Толоконского, проведение подобных фестивалей и форумов должно стать красноярской традицией. Я уверен, что к нам будут приезжать и гости из других регионов. И нам очень важно иметь как можно больше площадок обмена опытом патриотического воспитания, патриотической работы. Уже в рамках этого форума пройдет много круглых столов, семинаров. Такой масштабной работы, как в крае, не везде и не всегда встретишь. Первый российский патриотический фестиваль будет проходить в течение трех дней в выставочном центре Сибирь. Для всех посетителей вход бесплатный. Алина Мельчакова, Сергей Кашин, Афонтова, Новости.